Экотехнопарки Первые четыре экотехнопарка создаются на базе уже имеющейся инфраструктуры на территории бывших заводов по уничтожению химического оружия, где есть корпуса, энергосети, складские помещения, дороги и, что важно, лаборатория мониторинга окружающей среды, которая много лет занималась анализами снега, воды, почвы, воздуха на содержание вредных выбросов. Ключевой элемент системы промышленной и экологической безопасности Экотехнопарка это многоуровневая система мониторинга. Она контролирует состояние окружающей среды на территории Экотехнопарка, на его периметре и в санитарно-защитной зоне. По 149 параметрам будет отслеживаться состояние воздуха, почвы и снежного покрова, уровни шума, состояние подземных, ливневых и талых вод. Результаты этого мониторинга будут публиковаться на общедоступных ресурсах, а также отправляться в Ростехнадзор, Росприроднадзор, Росгидромет и ФМБА России. В основе вообще всей деятельности по переработке отходов является либо извлечение тех ценных элементов, которые там содержатся, либо переработка во вторичное сырье. То есть, по сути дела, из веществ несопоставимых мы получаем путем разделения или, наоборот, смешения ценные компоненты, которые идут в возвратный оборот. Поэтому, говоря о производстве переработки отходов, мы с вами должны говорить просто о предприятии таком химическом, где происходят химико-технологические процессы по доизвлечению тех элементов, которые не были извлечены на крупнохимических и металлургических предприятиях. При соблюдении всех требований безопасности, которые у нас сегодня все прописаны, эти предприятия никакой опасности просто не могут представлять по определению. Субтитры создавал DimaTorzok